Доброе утро, дорогие радиослушатели и телезрители! В эфире программа «Якутск сегодня». В студии работает Ларина Сукуева за режиссерским пультом Мария Новгородова и Николай Слепцов. На календаре 26 мая, среда. И ровно через неделю в нашей стране будет отмечаться День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Впервые это событие отметили в 2011 году как альтернативный русский ответ американскому Дню обжорства. Однако День здорового питания подсказывает нам о том, что ежедневное питание требует внимания и осознанности. Здесь уместно напомнить об известной фразе «Мы – это то, что мы едим». По данным Института питания в России избыточный вес есть у 60% женщин и половины мужчин старше 30 лет. Избыточный вес и ожирение часто становятся пусковыми факторами риска возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, опухолей, молочной железы и предстательной железы. А начинается все с невнимания к рациону, переедания и несбалансированного состава меню. Более подробно о здоровом питании мы сегодня поговорим с Анастасией Савиной, заведующей поликлиники детской городской больницы, врачом-диетологом, нутрициологом, кандидатом медицинских наук. Доброе утро, Анастасия Дмитриевна. Доброе утро. Друзья, не забывайте, что мы работаем, как всегда, в прямом эфире, так что смело звоните нам в студию и задавайте свои вопросы нашему гостю, врачу-диетологу-нутрициологу. Телефон студии прежний 320066-32166. Ну и, конечно же, мы принимаем ваши вопросы по WhatsApp номеру 8-964-428-8818. Анастасия Дмитриевна, скажите, пожалуйста, как нутрициология может помочь в вопросе похудения? Ну, нутрициология — это наука питания, да, наука взаимодействия питательных веществ и его влияние на наш организм. Нутрициология помогает человеку перейти на здоровое питание, то есть это должен быть сбалансированный рацион по всем компонентам пищи, белкам, жирам, углеводам, витаминам, минералам и воде, так? Помогает составить режим питания, помогает составить меню и определить свою порцию. И когда человека будет сбалансированное по рациону питание, когда он будет питаться по режиму, когда у него будет достаточный водный режим, и так, водный режим, и он будет знать свою порцию, то неизбежно это как положительный бонус приведет к снижению лишних килограммов. Ну, я знаю, что всему этому вы обучаете в своей онлайн-школе здорового питания. Расскажите об этом проекте, пожалуйста. Да, проект очень интересный. Этот проект онлайн-школа здорового питания запустил Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Эта школа проводится с 14 апреля еженедельно в течение трех дней на платформе Zoom в 7 часов вечера. Это удобно, находясь дома, можно прослушивать эту школу и есть возможность обратной связи. Можно задавать вопросы и получать ответы. Эта школа состоит из трех занятий, где мы разбираем природные законы питания, природу пищеварения для того, чтобы было осознание здорового питания, почему именно так надо питаться, а не по-другому. Мы разбираем полностью компоненты пищи для того, чтобы понимать, в каких источниках питания есть белки, жиры, углеводы, витамины, минералы определенные. Мы разбираем уже саму основу здорового питания. И также третий урок у нас посвящен уже разбору продуктов питания, где мы учимся читать этикетки продуктов питания. К сожалению, мы больше доверяем, что написано на передней стороне упаковки, чем вчитываться в состав, который на обратной стороне. Как правило, его пишут очень мелким шрифтом. Как правило, как-то мы не привыкли вчитываться. Скажите, пожалуйста, а какие ошибки чаще всего допускают, когда хотят похудеть? Ну, чаще всего ошибки – это когда они выбирают определенную диету. То есть диета – это нездоровое питание. Диета – это ограничение в питании, ограничение каких-либо компонентов. Диеты бывают низкоуглеводные, когда сокращают количество углеводов, что тоже неправильно. Диеты бывают низкожировые, когда жиры практически полезные, исключаются из рациона. Диеты бывают высокобелковые или низкобелковые. То есть диета – это все-таки ограничение в питании, оно предусматривает какой-то определенный отрезок времени. Это как временное питание для решения каких-либо задач. Если же мы хотим избавиться от лишних килограммов и при этом сохранить свою мышечную массу, выглядеть красиво и сохранить и укрепить свое здоровье, то, конечно, мы должны переходить на здоровое питание и пересмотреть именно свой рацион в этом направлении. Ну, чаще всего после вот таких вот временных диет бывают срывы же у людей, да? Начинают много кушать, неполезного, сладкого и так далее. Да, да, вот это как раз неизбежность диет, потому что шли ограничения, организм не получал каких-то определенных нужных, важных компонентов. И, как правило, после диеты, да, вот эти бывают срывы. И причем человек уже набирает больше, чем он весел до диет. Ну, вот при просмотре кулинарных передач, роликов модных блогеров, да, которые рассказывают о ЗОЖе и здоровом питании, что мы видим? Устрицы, черную икру, артишоки, спаржу, ягоды и другие суперфуды, которые может позволить себе далеко не каждый. Как можно похудеть недорого? Похудеть недорого, это значит полностью пересмотреть свое пищевое поведение, перейти на здоровое питание. Действительно, это идет, ну, скажем так, усложнение, наверное, да, или вводится в заблуждение населения, думая, что здоровое питание – это вот дорогущие суперфуды, которые мы должны покупать. И это непозволительно для меня. Все, они ставят уже как бы блок в своем решении, что-то улучшить в своем питании. И, конечно, это потом приводит к различным проблемам со здоровьем. Поэтому, да, суперфуды есть, но один продукт, он никогда не сделает того, что сделает здоровое питание, потому что это комплексный подход. Здесь не только здоровое питание, здесь еще появление, выработка правильных полезных привычек согласно нашим внутренним биологическим часам. А полезная привычка, вы имеете в виду сон, наверное, да? Конечно, это и режим питания. Каждые 4 часа мы должны питаться. Это отход ко сну. Именно важно это время в промежутке от 10 до 11 часов, когда у нас вырабатывается в большом количестве гормон сна, мелатонин, гормон роста, это гормон восстановления. Их вообще называют гормонами молодости, потому как они сохраняют нашу молодость. И ранний подъем. Как правило, если человек засыпает вовремя, согласно своим внутренним часам, то он не просыпается рано. И поэтому деление людей на жаворонков и на сов говорит о том, что жаворонки, скорее всего, живут по своим внутренним биологическим часам. А совы — это те, которые нарушили. Потому что вот эти гормоны, они вырабатываются с 9 часов вечера до 2 часов ночи. Если мы уснули 2 часа ночи, эти гормоны не выработались. Наш организм не восстановился, не омолодился. И результат, мы чувствуем слабость, вялость, снижение жизненных сил и энергии. А все-таки вот насчет продуктов, какие продукты помогут нам в вопросе похудения? Овощи, наверное, да? Мясо, рыба. Если простым языком говорить. Да, если говорить простым языком, то здесь, конечно, когда мы хотим все-таки скинуть лишние килограммы, мы должны к этому подойти комплексно. Пересматриваем свой рацион в каком плане. Ежедневно в нашем рационе должны присутствовать 4 группы продуктов. Это источники животного белка. Яйцо, это птица, это рыба, морепродукты, красное мясо. Вторая группа — это молочный белок, также молочный жир. Это молоко, это все молочные продукты, кисломолочные продукты. Сюда же относятся и творог, и сыр, потому что некоторые не знают, что это молочные продукты. Третья группа — это уже клетчатка. Это та самая пища для нашей микробиоты. Это зелень, это овощи, это фрукты. И четвертая группа — это уже растительные белоки, растительные жиры. Это крупы всевозможные, цельные крупы, которые есть в природе. Это бобовые культуры. Это орехи, семена. Если в нашем ежедневном рационе будут присутствовать продукты из этих 4 групп, то, в принципе, можно сказать, что наш рацион будет сбалансирован. Это разгонит наш метаболизм. И если к этому мы еще добавим питание по режиму ИСОН, 10 часов в 11 часов вечера, и плюс движение, то, конечно, как неизбежно, уйдут лишние килограммы. А что насчет картошки? Многие якутяне любят картошку, жареную или хотя бы тушеную с мясом. Можно ли ее есть? Картошку мы очень любим. Практически это наш второй хлеб. Мы как раз в мае засаживаем прям огромные поля картошки. Картошка – это овощ, это корнеплод, очень полезный продукт. Содержит кучу витаминов, минералов. Но в нем очень много крахмала. Крахмал – это тот самый углевод. Картошка имеет высокий гликемический индекс на уровне 60. Это не так плохо. Картошку надо кушать, но не поднимая его гликемический индекс. Как это делается? Это отварная картошка, которая уже в таком остывшем виде. Лучше всего его положить в холодильник и потом уже использовать в качестве гарнира. Или добавлять в салаты. Или можно просто с рыбой, с белковыми продуктами. И поэтому, я думаю, что незаслуженно, да, незаслуженно говорят плохо о картошке. Вот картофельное пюре – это, конечно, не наш вариант, не вариант здорового питания. Потому что это приводит к повышению гликемического индекса, к скачку инсулина. Что ж, дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, потому как через 2 минуты мы вернемся в студию и продолжим беседовать о здоровом питании с врачом, диетологом, нутрициологом Анастасией Савиной. Звоните и задавайте нам вопросы. Доброе утро, дорогие радиослушатели и телезрители. Якутск сегодня продолжает свою работу на календаре 26 мая среда. Лето вот-вот ворвется в нашу жизнь, а значит, пляжный сезон не за горами. Но не все, к сожалению, пока к нему готовы. Но в этом вопросе может помочь спорт и здоровое питание, и можно смело уходить на пляж в открытом купальнике. Как можно быстро перевести себя в порядок и возможно ли это? Мы об этом узнаем у нашей гости Анастасии Савиной, заведующей поликлиники детской городской больницы, врача-диетолога, нутрициолога, кандидата медицинских наук. Тема здорового питания у нас продолжается и продлится до 11 часов. Так что смело задавайте нам вопросы в прямом эфире. Телефон студии прежний 32006632166. И, конечно же, мы принимаем ваши вопросы по WhatsApp номер 8-964-428-8818. Анастасия Дмитриевна, о вопросе похудения. Могут ли помочь БАДы? Сейчас это очень модно. Многие их пьют. Ну, хочу сказать, что БАДы – это биологически активная добавка к пище. Она бывает растительного, животного и минерального состава. Принимается с приемом пищи или добавляется в пищу. БАДы, конечно, могут включаться в рацион человека. Потому что это не лекарство, это пища. Что делают БАДы с нашим организмом? БАДы ускоряют процессы. Они ускоряют метаболизм. Ускоряют процессы. Допустим, если мы хотим похудеть, то и процессы похудения тоже ускоряют. Ускоряют процессы восстановления работы органов пищеварения. Улучшают и ускоряют выздоровление при определенных заболеваниях. И поэтому разумно БАДы можно принимать. Что означает разумно? Конечно, когда назначает специалист, который прошел специальное обучение по биологически активным добавкам. Человеку прежде нужно сдавать экзамены, анализы, прежде чем принимать те или иные БАДы. У нас в студии есть телефонный звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. А можно ли, врач-диетолог, назвать конкретно продукты, от которых разжижается кровь? А то, знаете, сосуды-то загрязняются у нас. Интересный вопрос. Спасибо. Ну, конкретно прямо сказать. Хочу сказать, да, что нету такой панацеи. Ну, нету продукта, который определенно решает какую-то задачу с нашим здоровьем. Ну, нету. Все работает в комплексе. Только когда наш рацион полностью сбалансирован по белкам, жирам, углеводам, минералам и витаминам. Но хочу сказать, что те самые растительные белки, растительные жиры, которые находятся, и ненасыщенные жирные кислоты, которые находятся в растительных маслах, в сыродавленных, нерафинированных, в орехах, в семечках. Вот эти продукты имеют, именно жирная кислота омега-3 имеет способность снижать уровень холестерина и выводить и уменьшать процесс атеросклероза. Того самого состояния, которые чаще всего приводят к сосудистым катастрофам. Разжижать кровь самый верный способ – это пить достаточное количество воды. Это водный режим. Вы должны рассчитать свой объем. Он у каждого будет отдельный. Расчет ведется 40 мл на килограмм своего идеального веса или желаемого веса. Можно рассчитать вот этот свой вес по формуле. Рост минус 100. Допустим, 170 минус 100 – это 70 килограммов. 70 килограммов умножаем на 40, и это будет 2 литра 800 литров воды в день. В первую очередь, что еще разжижает кровь? Ходьба, движения, любая физическая активность. Любая физическая активность. И как только вы начнете пить достаточное количество воды, и вы начнете ходить, и при этом включите в свой рацион вот эти омега-3, которые содержатся в сыродавленных маслах, варих, семечках, вы уже естественным путем разжижите свою кровь. И так укрепите свои сосуды. Очень хороший вопрос. Спасибо за ответ. Анастасия Дмитриевна, а так ли вредны фастфуды? Вот как о них пишут. Ну, что такое фастфуд? Фастфуд – это пища, которая очень быстро готовится. Практически его готовят из полуфабрикатов. А что такое полуфабрикаты? Полуфабрикаты – это те продукты, которые прожили промышленную переработку. Причем глубокую промышленную многоуровневую переработку. Из этих продуктов убираются пищевые волокна, клетчатка, то, что содержит именно вот эти минералы и витамины. Далее, для того, чтобы они стали вкусными, добавляются жиры, трансжиры, добавляется огромное количество сахара, соли. И этот продукт, на самом деле, мы сегодня считаем его ненатуральным продуктом, синтетическим продуктом или мусорной едой. Что делает фастфуд в нашем организме? Так как очень много трансжиров, трансжиры – это искусственный жир, полученный искусственным образом, он начинает накапливаться в нашем организме. Он циркулирует в организме до трех месяцев, не может вывестись. Все натуральные продукты питания, они выводятся за трое суток максимум. А трансжиры – два месяца. Но мы их накапливаем, мы же их много потребляем, и они начинают налипать во внутренние стенки сосудов, образуя вот эти бляшки. Они начинают налипать вокруг наших органов, и образуя вот этот висеральный внутренний жир. Когда мы теряем свою талию, когда у нас образуется такой спасательный круг вокруг талии, или огромный живот. Вот. И поэтому… Это вредно. Это очень вредно. Это очень вредно. У нас в студии есть телефонный звонок. Доброе утро. Мы вас слушаем. Здравствуйте. 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 Я бы хотел уточнить, вот вы сказали, что вот два с половиной литра воды в день. Это что получается, все вместе или просто отдельно вода, кроме супов, морса, чая? Да, спасибо за очень интересный вопрос. Дело в том, что мы в течение дня теряем очень много воды. Когда мы дышим, в условиях севера мы теряем полтора литра воды. Мы теряем примерно два литра и более воды с мочой, с калом. Также через кожу мы теряем тоже более 500 миллилитров воды. Итого, ежедневно, сами того не замечая, мы теряем 4,5 литра воды. То есть только мы должны восполнять. Потери всегда надо восполнять. И вообще вода – это самый дефицитарный компонент пищи на сегодняшний день. Поэтому понятно, что вода является компонентом пищи. И примерно 2 литра воды мы будем получать с пищей. А остальные 2,5 литра воды мы должны восполнять за счет чистой питьевой воды. Не включая чайов, морсов. Не включая пищи, другой пищи. Только чистая вода. Анастасия Дмитриевна, у жителей Якутии в ежедневном рационе всегда присутствует мясо, рыба. А как вы относитесь к вегетарианству? Сейчас многие якутяне придерживаются этой схемы питания. Ну, конечно, это очень сурово для нашего климата быть вегетарианцем. Это полное исключение продуктов животного происхождения. Здесь, конечно, если вы сознательно перешли к вегетарианству, то это должно проходить под контролем нутрициолога. Потому что вы должны подобрать такой рацион, чтобы в вашем растительном рационе присутствовали все аминокислоты. Мы ведь знаем, что именно в животном белке находится весь набор незаменимых аминокислот. Это те аминокислоты, которые наш организм не вырабатывает и получает только с пищей. И бывает очень сложно без специалиста составить такой рацион при растительной пище. Это во-первых. Во-вторых, почему люди отказываются от мяса? Говорят, вот что-то мы перестали в последнее время кушать мясо. Вот не можем ее переваривать, нам плохо, чувствуем тяжесть, и вообще даже запах нам не нравится и так далее. О чем это говорит? Это говорит о том, что, скорее всего, у вас проблемы с желудком, с кислотностью желудочного сока. Когда снижается кислотность желудочного сока, наш организм начинает отказываться от мяса, потому что белок – это очень сложная структура, которая требует определенного количества концентрации соляной кислоты и ферментов. Он очень трудно и долго переваривается. И если эта функция желудка страдает, то организм неосознанно отторгает животный белок. Поэтому тоже надо тут посмотреть. Если все-таки у вас самочувствие страдает от приема мяса, вам надо обратиться к специалисту. А если я перейду на правильно здоровое питание, означает ли это, что я все непременно похудею? И за какое время это произойдет? Да, если вы перейдете полностью на здоровое питание, а основные принципы здорового питания – это водный режим, это сбалансированность рациона, это режим питания, и умеренность питания. Если вот эти все три компонента, и сюда мы добавим еще движение, потому что движение ускоряет обмен веществ, то, конечно, непременно, как бонус, это уйдут лишние килограммы. Если правильно ходить, то в неделю уходит от 500 до 1,5 килограммов веса. То есть уже за неделю можно увидеть результат? Конечно, результат сразу виден, если мы начинаем делать все правильно. Я в последнее время часто слышу об интервальном похудении. Что это такое, насколько оно эффективно и полезно ли для здоровья? Это, скорее всего, интервальное голодание. Голодание. Да, интервальное голодание. Интервальное голодание – это не совсем голод. Здесь устанавливается определенный длительный промежуток времени, когда не надо кушать, и такое окно, в которое надо кушать. Обычно это бывает ранний ужин, часов 5 часов, и завтрак часов 8, да, это уже 16 часов. Но интервальное голодание идет не всем. Особенно если есть болезни органов пищеварения, интервальное голодание не подходит. Поэтому тут нужен совет специалиста. Мы продолжим говорить о правильном питании, о похудении с врачом-диетологом через мгновение. Сейчас реклама, не переключайтесь. А мы продолжаем беседовать с врачом-диетологом-нутрициологом Анастасией Савиной. Напомню, что сегодня мы говорим о здоровом питании и о похудении. Ну и, друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Звоните нам в студию, задавайте вопросы или спрашивайте нас по WhatsApp. У нас, кстати, уже есть несколько вопросов от наших телезрителей. Так, и радиослушатели спрашивают, какие пять важных продуктов, которые обязательно должны быть в продуктовой корзине? Вот такие вот вопросы. Спасибо за очень интересный вопрос. Да, действительно, когда приходишь в магазин и видишь продуктовую корзину некоторых людей, это, конечно, ну просто сильно, конечно... Омрачает. Омрачает, да, думаешь, ну вот прямо как-то расстраиваешься даже. Значит, что должно быть в продуктовой корзине, да? И мы, опять же, исходим из принципа сбалансированности рациона. Это обязательно должен быть мясной продукт. Или это рыба, или это мясо, или это птица, так? Так, что-то одно из них. Морепродукты. Яйца обязательно должны быть в продуктовой корзине. И третий продукт – это молоко или молочные продукты. Все виды, что вы любите. Есть люди, которые не переносят молоко, но спокойно могут кушать и сыр, и творог. Третья группа – это, конечно же, клетчатка. Это зелень, это всевозможные овощи, ягоды, фрукты. Вот что-то одно из этого, или не обязательно одно, должно быть в продуктовой группе. Ну и пятый продукт – это крупы. Крупы или бобовые. А насчет макарон. Вот какие макароны можно использовать в пище? Не все, я слышала. Да, макароны – это углеводы. Но макароны бывают и простые углеводы, и медленные углеводы. Как раз макароны из твердых сортов пшеницы мы называем медленными углеводами. Гликемический индекс у них ниже. Как их распознать? Обязательно разворачиваем упаковку. Не верим тому, что написано спереди. Разворачиваем упаковку, находим состав и изучаем. Содержание белков должно быть более 12 грамм на 100 грамм продукта. Более 12 грамм? Более 12. Это считается макаронами из твердых сортов пшеницы. Ага, нужно запомнить. У нас в студии есть телефонный звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Сейчас дорогая жизнь такая, что этот человек, как так сказать, на продуктов пенсионерам не хватает. И как ему надо передать в том, что когда голодаешь, голодаешь, или как медлезаешь, как организм требует, а денег-то нет. Спасибо, мы вас поняли. Она объяснит. Спасибо за вопрос. Это самый часто встречаемый вопрос, когда речь заходит о здоровом питании. Это миф о том, что здоровое питание – это дорогое удовольствие. Совершенно не так. Во-первых, яйца вполне возможно купить. Мясо килограмм стоит, сколько стоит килограмм вареной колбасы. Овощи, фрукты. Но фруктов не надо много. Это хорошая новость для вас будет. Не обязательно кушать фрукты килограммами. Достаточно одного фрукта, а лучше его заменить на наши ягоды. Вот летом запастись. И крупы. Они очень дешевые. 30-40 рублей стоит упаковка. Поэтому это миф. И не более того. Специально мы рассчитали корзину продуктовую здорового питания и нездорового питания на семью из трех человек. И получилось у нас по цене в районе 1000 рублей. Вполне демократично. Да, вполне демократично. Так, у нас еще есть WhatsApp вопрос. Можете посоветовать простое приложение для тех, кто следит за своим КБЖУ. И вообще, надо ли за ним следить? Спасибо за вопрос. Но КБЖУ расшифруй, это килокалории, белки, жиры, углеводы. Да, они нужны. То есть калораж питания надо знать, когда вы решили похудеть. Но считать это, конечно, очень мыторно. Но этому можно научиться. И для этого есть приложения бесплатные. Их можно спокойно скачать. Но самое распространенное приложение – это FitSecret, колоризаторы RU, HIKI. В принципе, вы можете много найти вот этих приложений. Вы туда вбиваете продукт, который вы съели, блюда, которые вы съели. Желательно их взвесить, чтобы приложение более точно подсчитало, сколько калорий вы съели. Так, еще один WhatsApp-вопрос. Где вас найти и бесплатные ли у вас занятия в онлайн-школе? Онлайн-школа здорового питания работает для населения бесплатно каждую неделю, начало школы в понедельник, в 7 часов вечера на платформе Zoom. То есть вы должны скачать приложение Zoom. Оно скачивается тоже бесплатно. Идентификатор конференции и код доступа у меня есть на странице. Я каждый раз предупреждаю, что у нас начинается школа. Мой адрес в Instagram – «Консультант по питанию Якутск». По этому адресу можете найти меня и посмотреть идентификатор конференции и код доступа. У нас в студии телефонный звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы только недавно сказали, что тысячи рублей обходятся здоровые продукты в месяц или за один заход в магазин. А у нас хлеб стоит больше 50 рублей. Масло 120 и СО 110. Вы как? Тысячу? Хотели сказать тысячу? Нет, конечно. Как это на месяц? Это на один заход. Вот вы набрали и на сегодня, на завтра. Да. Давайте продолжим нашу беседу. Анастасия Дмитриевна, скажите, а кто быстрее худеет? Мужчина или женщина? Есть какая-то вот разница? Разница есть. И разница в нашей физиологии. Мужчины худеют быстрее. Потому что килокалории мы теряем быстрее, когда есть много мышечной массы. И, как правило, у мужчин примерно 45% составляет мышечная масса, у женщин 35%. И дело, конечно, в гормонах. Дело в гормонах. У мужчин гормон тестостерон, который дает наращивание мышечной массы даже при любой физической нагрузке, даже при жиросжигающей. А у женщин гормон эстрогена, прогестерон, эстрадиол и прогестерон, которые накапливают жир и воду, накапливают запасы, делают. Тут, наверное, еще уместно заметить, что и с возрастом тоже, да, возраст играет на похудение. То есть с возрастом это может быть сложнее делать или нет? Возраст тоже играет роль, конечно. С возрастом наш обмен веществ, он как бы замедляется. И, конечно, тут играет роль еще накопленная патология, да. Как правило, с возрастом у нас уже есть болезнь определенная. У нас еще есть ватсап вопрос. Так, генетика, национальность имеет какое-то значение в похудении? Я, например, заметила, что девушки славянской национальности намного быстрее худеют и набирают вес. Есть ли это им необходимо? Так ли это? Ну, тут, конечно, однозначно не ответишь, генетика или национальность, да. Национальность, скорее всего, роли не играет. А вот генетика, что означает генетика? Допустим, если мы раскормили ребенка в первом году жизни, в раннем возрасте, вот это лишние килограммы у детей образуются за счет образования большого количества жировых клеток. И, конечно, у этого человека в течение всей жизни есть такая большая опасность быстро поправиться, потому что у него количество жировых клеток уже увеличено. Поэтому, когда мы работаем с родителями, мы обязательно об этом говорим, что перекормы в раннем возрасте, они, в общем-то, могут иметь такие отдаленные последствия в будущем. У нас еще есть один ватсап вопрос. Я очень люблю сладкое, но понимаю, что их есть нельзя. Можно ли чем-то их заменить и можно ли кушать сладкое хотя бы до обеда? Ну, кто сказал, что сладкое нельзя? При здоровом питании сладкий вкус присутствует обязательно, да. И, учитывая, что все сладкое – это продукты, которые содержат много жира, много сахара, да. И причем этот сахар может быть и природный, допустим, фруктоза. Поэтому такие продукты по нашим биологическим ритмам, по физиологии рекомендуется кушать в первой половине дня, когда пищеварительная система у нас очень активно работает, когда ферменты очень активны, когда активно вырабатываются вот эти все наши пищеварительные соки. Поэтому первая половина дня – это примерно до 4 часов дня, да. Лучше всего сладости, такие как, допустим, домашнее варенье, мед. Вот. Ну, не горшками, конечно, да, а по 1-2 чайные ложки можно скушать. Шоколад натуральный, горький, где содержание какао более 75. Это сухофрукты. Фрукты – это ведь тоже сладости. Это лучше добавлять на завтрак. Завтрак у нас должен быть сытным, вкусным и сладким. И может быть сладким, да. У нас телефонный звонок? Нет, я ошиблась, у нас нет телефона звонка. Вопрос последний, да. Читмил, что это такое? Насколько он важен и нужен? Ну, читмил – это, конечно, это самое большое заблуждение, наверное, да. Этот термин пришел к нам с фитнеса, с большого спорта. Что это означает? Перед соревнованиями обычно спортсмены садятся на определенную диету, на определенную программу питания со снижением углеводов, жиров и увлечением большого количества белка. При этом нарушается выработка гормонов голода и сытости. Человек разучивается понимать, голод или сытость. Что ж, огромное спасибо за интересную, полезную беседу. Я думаю, что это не в последний раз мы с вами здесь встречаемся. Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, увидимся на следующей неделе.